Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать следующее. Мне не совсем понятно, с точки зрения психологии, ваши притязания на то, что человек забрал, в связи с тем, что по закону это его. То есть получается, что вы допускаете, что то, что по закону его, не является его как таковым. Если это так, то это очень, на мой взгляд, серьезная установка, в том числе и серьезная деструктивная установка, потому что закон у нас принято считать решающим. То есть, если по закону человек его, значит, вам нужно это принять. С другой стороны, понятно, что есть еще и моральная сторона вопроса, да, и духовная сторона вопроса. Вот. Здесь мне бы хотелось, в первую очередь, наверное, сказать следующее. Если вы говорите о том, что человек забрал то, что предназначалось для детей, да, вот, то означает ли это, или можно ли говорить в таком случае о том, что человек детей, ну, условно говоря, не любит. То есть можно ли говорить о том, что человек не хочет, чтобы у детей было что-то. заработать. Понимаете? Какая штука. Вот. То есть это такой момент. Такой момент. И уже к вам обращается вопрос, к вам, уже к вам вопрос, в таком случае, если человек не хочет, чтобы у детей что-то было, нужно ли вам что-то от такого человека, нужно ли с таким человеком, условно говоря, разговаривать. Понимаете? Человек, который не хочет, чтобы у детей было вот, ну, то, что, собственно, им нужно, нужно. Далее, значит, это для них предназначало, точнее. Далее, по какой причине вы считаете, что то, что предназначало для детей, человек должен, я так понимаю, отдать вам. То есть, вот, с чем этот момент связан? Если для детей, значит, общее. Если общее, значит, как бы, ну, принадлежит это детям. И, может быть, человек вам это не отдает, но детям он отдастся. То есть, тут, как бы, тоже нужны его планы как-то вот преследовать, да? Посмотреть. Может быть, у человека есть какое-то видение ситуации. Вот. Знаете, какой момент. Таким образом, таким образом. Вот эти все истории нужно, на эти все истории нужно обратить внимание. Далее. Далее. Следующее, что нужно сказать. Это то, что необходимо замотивировать человека. То есть, именно замотивировать нужно. Если вы хотите, чтобы человек по доброй воле что-то отдал, нужно, чтобы он увидел необходимость, чтобы он захотел. А для этого необходимо говорить на языке его, на языке, собственно, товарищей. Вот. На языке, ну, на языке мужчины, по-моему. Вот. Ну, соответственно, соответственно, если вы не совсем отдаете себе отчет в том, значит, что человеку нужно, да, что для него важно. Что, наверное, следует узнать. То есть, возможно, здесь имеет смысл, опять же, сблизиться с ним, пообщаться с ним, да, попытаться понять его и так далее. То есть, ну, вот в таком ключе действовать более демократично, более дипломатично. Ну, вот. Понятно, что не всегда хочется, понятно, что не всегда может быть, не всегда это можно, но, тем не менее. Вот. И тогда, может быть, человек и отдаст. Может быть, не всего отдаст человек. Вот. Может быть, он отдаст лишь час, но, по крайней мере, что-то отдаст. Если вы сможете донести, если вы сможете донести до него, что это важно, именно на его языке, не на своем. Понимаете? Вот. Вот. Вот так примерно можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Можно, конечно, воспользоваться нейролингвистическим проникновением в психику, как сказал мой коллега Кудричев Игорь Леонидович, но, на мой взгляд, это чревато определенными последствиями. То есть, как бы, человек может это прочувствовать как-то, да, он может это прочувствовать и может подать на вас суд за попытку манипуляции, например. Вот. Может. Не говорю, что это обязательно тут сделать, но может такое быть. Вот. Поэтому лучше все-таки договариваться. Если, если по закону вам не положено, да, что-то, значит 20-го быть не должно. И вот, помочь вам принять, что у вас не должно этого быть, то, что вы хотите, то, что вы хотите, помочь принять, что у вас этого не должно быть. Можно. И тогда, тогда вам будет легче, вероятно. Опять же, на мой взгляд, важно определить вот еще какую историю. Для чего вы это делаете? Что-то, для чего вы честно хотите, чтобы человек вам отдал? То есть, правда ли вы хотите этого для, допустим, ну, для детей своих? Правда ли вы хотите это именно для детей? Может быть вы этого хотите для себя? Все-таки. Все-таки. Ничего страшного в этом нет, но в каком случае вам желательно бы это признать. Все-таки. 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 Так. Я могу вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи вам. Дveще вала преступ Alsong Яг then Clara AhST прописала. zwei, три, три, четыре, пять, пять, пять. Удачи вам дня. Удачи вам дня дня. С starters.